Здравствуйте, дамы и господа! Я понял, что засиживаюсь в туалете, когда внучка, увидев, что я захожу с планшетом, спросила Пока, дедуля, я тебя люблю! Как ты относишься к домашним животным? Я без них свою жизнь вообще не представляю, особенно без сала молотого кабанчика. Когда моему младшему брату исполнилось примерно один год, он уже умел исполнять команды, сидеть, дай лапу, голос, за что мне доставалось, но это того стоило. Я понял, что маска нормальная тема, когда пришел домой бухой. Сало очень тяжелая пища. Знаю, я раз как-то на речке водку салом закусывал, пошел искупнуться, чуть на дно не пошел. Олимптика! Когда у художника Леонардо да Винчи корреспонденты спросили, что помогает ему творить такие божественные произведения, он немножко подумал и сказал, краски. Муж разгадывает кроссворд, малоподвижная часть дивана. Жена подсказывает. Мужчина! Молодой человек, латуренный билет не купите? Нет, не, убеждения не позволяют. А кто вы? Я статистик. Муж и жена пришли к психологу. Психолог спрашивает, вы не считаете, что ваша жена не дает вам сказать ни слова? И получает ответ. Нет, он так не считает. Идут. Россиянин победил на игре на воображаемой гитаре и получил за это ключ от воображаемой машины. Убъявление на этикетке водки. Светное может заставить вас думать, что прохожие смеются над вашими шутками. Тима Масленников приходит в магазин для рыболовов и спрашивает, девушка, у вас приманки силиконовые? Продавщица говорит. Молодой человек, у меня все натуральное. В липтику. Во время перемены, директор школы и Мария Ивановна стоят в коридоре. Проходит мальчик и говорит. Мария Ивановна, а вулочка в туалете курит? Мария Ивановна говорит. Сходи-ка к нему и стрельни две сигареты. Мне и директору. Да езжи. Изя, что ты делаешь? Учу алфавит проявля для слепых. Зачем? Ты ведь прекрасно видишь. Тогда я так и смогу читать, не включая эротичество. Маленький Моня Рабинович никогда не просил родителей. Купи, купи. Он начинал говорить на тему. Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным. У хороших мужчин есть один большой недостаток. Они все какие-то женатые. Поручик Жевский пытается Диме Масальникову впарить своего пса. Он ему говорит. Купи у меня пса. Он говорящий. Дима Масальников спрашивает. Не может быть. Такого не бывает. Пес поднимает голову и говорит. Купите у него меня. Он меня вообще не кормит. Не выгуливает, не купает. Очень жестокий человек. Дима Масальников удивился и говорит. Поручик, это же действительно говорящая собака. Почему ты его продаешь за 50 долларов? Поручик Жевский говорит. Он меня надоет своим враньем. 8 марта девушка звонит Диме Масальникову и спрашивает. Не забыл какой сегодня день? Дима говорит. Помню, помню. 23 февраля по старому стилю. Когда я был студентом, считал минуты до конца занятий. Теперь я преподаватель. И еще до сих пор считаю минуты до конца пары. Наум Маркович, мне нравится ваша дочь. Как бы видеться с ней почаще? Дима, отложите мне 500 долларов. Тогда вы сможете приходить с ними целый год. Да ты успокаивайся, я тебе говорю. Уважаемые дамы, не хвалите своего мужа. У мужчин это вызывает зависть. А у женщин желание проверить. Повар пришла устраиваться на работу. Дают задание. Вот вам 3 килограмма хлеба, 3 килограмма мяса. Сделайте котлету. Повар крутит, вертит. Приготовила. Пробует. Очень вкусно. Потом дают задание тяжелее. Бывает, что иногда не все во время довозят. Вот вам 1 килограмм мяса, 5 килограммов хлеба. Повар крутит, вертит. Приготовила. Пробует. Так же вкусно. Потом еще услождают. Бывают очень тяжелые времена. Вот вам 6 килограммов хлеба. Попробуйте приготовить. Повар крутит, вертит. Приготовила. Пробует. Все так же вкусно. Взяли на работу. Повар идет домой. Вышла и звонит мужу. У меня для тебя 2 хорошие новости. Первая. Меня взяли на работу. Вторая. Мясо сегодня можешь не покупать. Я взяла с собой 4 килограмма. А кто это здесь? Поручик Жжевский под уна. Просыпается. Смотрит. Рядом лежит девушка. А кто такая? Девушка говорит. Я девушка из твоих снов. Поручик Жжевский говорит. Надо же. С пьяной какой-то сны снятся. Кошмарные. К Вовычке пришла одноклассница и говорит. Вовычка, какая у тебя в комнате красивая люстра. Вовычка говорит. Да, если буду хорошо учиться, туда еще и лампочку вкрутят. А не птика. Сегодня на улице было так холодно, что я видел чиновника, который держит руки в своих карманах. Как устудить горячий чай. Включил интернет, раз и чай остыл. Рабинович знал, что он имеет право на труд, но решил им не злоупотреблять. Сержант, инструктирую солдат. Прямо над вашими головами находится полярная звезда. Один солдат говорит. Коварищ сержант, шапки падают. Сержант говорит. Понял? Два шага назад, шагом марш. А что Титов? Сегодня меняукнул на кота. Он посмотрел на меня как будто на шизофренике. Наверное, какую-то глупость сказал. Подписываемся, кликаем на колокольчик.